Доброго времени суток! Радовалась всех приветствовать на своем канале. Давайте посмотрим Николаев. Очень давно я не делала на Николаев расклад. Но так как наше еще довольно-таки от него далеко, то мы давайте посмотрим именно вероятность развития событий, когда нас туда подойдут. Вот. Ну, натаскали туда, в Николаев, ресурсов много. Очень много всего стянуто. Наполняют город всем. Но я надеюсь, что хотя бы люди не страдают в плане продуктов. С водой, как знаю, там проблемы уже два года. Меня удивляет, что руководство города не может решить этот вопрос. Ну, давайте посмотрим. Что ожидает тогда город, когда может подойти российская армия? Будет обстановка, конечно, очень напряженная, но серьезных боевых действий не будет. Конфликтная ситуация будет, но для города будет довольно-таки тихо. И, ну, кто-то будет из города уезжать, и это и местные жители вынуждены будут уезжать. Вполне возможно, что и военные будут уходить. То есть как-то вот много мечей вроде бы, но эти карты, они больше такие... Не настолько серьезные именно в плане боевых действий. Вот. А так будет очень напряженно и, в принципе, может быть даже в какой-то степени жарко, если будет разгораться конфликт. Это что касаемо города. Давайте посмотрим по месяцам. Ну, я уже февраль брать не буду. Возьмем, допустим, март и апрель два месяца. Март и апрель. Что в городе будет? А это говорит о том, что уже в марте будут... Придется многим определяться, кто, куда и зачем, и почему. Потому что будет приближение. И вполне возможно, что кто-то будет уезжать. Видите, там вот река или берег, море. Ну, в общем, кто-то будет уезжать. Кто-то будет оставаться. Вынужденно или не вынужденно. Вот. А в апреле есть вероятность того, что город будет, ну, скорее всего, окружен. Либо вот перекрыты пути какие-то дороги. Вот. Ну, это, в принципе, то же самое есть. Окружение, как оно там называется, тактическое или не тактическое. Ну, давайте посмотрим поподробнее, о чём этой карты говорят. Много будет таких панических настроений. И, конечно, будет вопрос в большей степени касаться сохранения жизни, сохранения ресурсов. То есть кто-то будет реально уезжать. Но состояния страха и паники будет достаточно. Ещё это будет очень серьёзно нагнетаться. Впрочем, как и везде. Пугают. Ну, есть, конечно, чего бояться. Есть. Ну, а тут вот, пожалуйста, ждут перемены. Город. Возможно, какие-то потери. Много будет, опять же, переживаний, разочарований. Это всё, конечно, так просто не проходит. Но город ждут большие перемены в апреле месяце. Я приблизительно говорю месяца, потому что за это время, ещё раз повторяю, на все происходящие события влияет огромное количество людей, даже мы с вами. Поэтому ситуация может немножко развернуться. Либо по времени, либо по-другому зайти. Мы смотрим такой общий вариант на данный момент, как это может происходить. Так. Угроза для города разрушения и для жителей, если опасность серьёзная в этих месяцах. Опасности есть, и очень много опасностей, связанных с водой, будет. И для людей очень много будет не понимать, что делать. Но при этом довольно-таки благоприятный такой будет результат. Ну, кто-то победит, так скажем. Да, это самое. Это для многих жителей будет плюсом. Люди просто будут вынуждены сидеть и наблюдать за происходящими событиями, отказываясь от каких-либо действий. Но это тоже правильно. Если что, то лучше не мешать. Давайте посмотрим, как будут складываться дела для ВСО в это время. Давайте посмотрим, что там с тут. Аж две карты убежало. Три даже. Четыре. Ух ты. Выпали четыре карты. Для ВСО, конечно, будут происходить боевые действия, и это должно быть. Они будут стараться максимально искать для себя какие-то безопасные позиции. Но, ой-ой-ой, для них будет серьезные боевые действия для ВСО. Ну, еще что скажет карта. Ну, и для многих будет стоять выбор. Кто-то будет заблокирован в городе. Кто-то будет вынужден делать выбор, либо сложить оружие, либо дальше сопротивляться. В основном будут рассчитывать на свое командование. Но это иллюзии. То есть здесь им ВСО даже надеяться не стоит, потому что те сами, скорее всего, не будут знать, что делать, либо просто будут бросать всех, как это было в Авдеевке. Вот. Чем это все закончится для ВСО? Большим количеством потерь и попыткой договориться или объединиться с какими-то подразделениями. То есть здесь будет больше надежды на то, что кто-то еще придет. Вот. Но придется самим, самим, самим. Будут опять кричать, что они крутые. Но на самом деле это еще большой вопрос. И будет очень много потерь. Ну, еще что. Договариваться. Опять же, будут договариваться. Искать возможности, искать шансы, чтобы выжить. Но это будет большинство. Очень есть интересные истории, как украинские солдаты сдаются в плен. А вот. Для них это шанс остаться в живых. Так. Какая опасность есть для гражданского населения от именно ВСО? Ну, я бы не сказала, что какие-то есть серьезные опасности. Но. Но. Вот по этой карте, это вроде бы карта солнца хорошая. Сама по себе карта хорошая. Но здесь вот мы видим такой туннель. Да. Вот там солнце есть. То есть они будут стараться уходить. Но будет ощущение, что они загнаны в угол. Всегда загнанный в угол зверь очень опасен. Ресурсов у них будет мало. Но при этом они могут быть опасными. Поэтому нужно быть осторожными. Но серьезной, в принципе, серьезной опасности нет. А вот. Единственное, будьте, пожалуйста, аккуратны с водой, которая где-то возле вас. Лучше сделайте запас, чтобы была чистая вода. Потому что может быть опасность, связанная с водой. Видите? И здесь тоже умеренность, что может быть какие-то заболевания, связанные с водой. Поэтому будьте, пожалуйста, очень осторожны. Сделайте запас воды. Прикиньте, сколько на каждого человека нужно воды. И запаситесь. Хотя бы на эти месяцы. Ну и в конечном итоге, я бы сказала, будут, причем будут, скорее всего, неожиданно отступать на новые позиции ВСУ. Давайте посмотрим российскую армию. Как будут для них складываться дела. Так, Россия, Николай, Россия начнет неожиданно действовать. То есть где-то что-то там будет происходить, но во многом окажется неожиданным. Итак, как для наших ребят будут складываться дела в районе Николаева. Цели поставлены, и будет движение к целям. Вот. То есть если до этого Николаеве было спокойно, то, конечно, будет обострение ситуации. Особенно это будет связано с водой, еще раз. Будут прилагать усилия наши, конечно, ребята. Тут главное выбрать именно четкое направление, либо план для действий. Иллюзии тут не сработают. Нужно быть очень аккуратными. И опять же, вода, вода, вода. Что еще можно сказать? Ну, все вопросы, связанные даже с водой, наши ребята будут успешно решать. Очень успешно. Командование все это будет продумано, четко. И отданы приказы, и ребята будут работать. Так, какая опасность для мирного населения может быть со стороны российской армии? А то же пугалок много, но давайте посмотрим. Да, могут быть разрушения. Да, могут быть погибшие по этой карте. Может быть какие-то ограничения. Но при этом российская армия принесет для города ресурсы для жителей. Да, будут перемены, серьезные перемены. И это город должен пройти. То есть это не обсуждается. Но катастрофы никакой не будет. Еще что? Ну вот, очень много ресурсов, которых будет недостаточно. Даже для наших ребят будет недостаточно. Но в город это будет привноситься нашими силами. Силы в большом количестве. И ресурсы тоже в большом количестве будут. То есть это и продовольствие. Может быть даже та же вода. То есть это все будет привозиться. Гуманитарка. Чем это в конце концов закончится? Поддержка, помощь, поддержка, помощь. Это окончание одного периода жизни для города. То есть город, смотрите, как один период заканчивается и ждет серьезная трансформация, перемены. Да, будет непросто. То есть может где-то шатать, болтать. Это тоже нормально. То есть здесь будут серьезные изменения. Российская армия войдет в Николаев. Или это где-то только как-то. Да, в город он войдет и будут и бои где-то на улице, будут ранены, будут погибшие. Ну, подставы тоже будут, скорее всего, по этой карте и вот это разочарование. Но во многом связано с водой. Опять же, вода вода. То есть это будет давать определенную сложность. Но ребята в город войдут. Чем, в конце концов, это все закончится у Николаевны. Для наших ребят. Будут потери. И дальше ребята будут уходить. Так. Это будет не уход, как, так скажем, поражение. Это вынужденный переход к дальнейшим действиям. То есть для дальнейшей работы. Вот так. Ну, а соответственно, будут другие сойдут люди, которые будут всем заведовать. Так что, серьезных боевых действий в городе не будет. Но они все равно будут. Это, к сожалению, неизбежно. Серьезных угроз тоже городу нет. Город будут стараться сохранить. Ну и тут тоже угроз разрушения нет. Самим бы живы. Но вот с водой нужно быть очень аккуратным. Здесь может быть серьезная подстава, связанная с ВСО. В принципе, на что могут напороться наши ребята, что тоже проблемы будут с водой. Но воду будут привозить. Вот такой расклад на Николаев. Ну, а там ближе, как будут события развиваться, то мы уже, соответственно, ближе туда будем смотреть еще раз. Какие изменения будут. Ну, а вам всем желаю мирного неба над головой. Берегите себя. Берегите своих близких. И до новых встреч.